Тима, три Алексея против важного и злобного гостя, хотя и сами Алексеи тоже злобные. Нарышкин, Дурновой Иосин, приветствую вас, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы тоже, что ли, Алексей? Нет, ну вы же... И вы даже не коллега, потому что вы экономист. Михаил Ихазин, экономист в нашей студии. Целый час пыток и разных вопросов не только про экономию. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, хорошо, начали. Слава Богу. Я напомню слушателям, трансляция у нас идет в Ютьюбе, можете нам писать туда, и можете, Михаил, писать в специальный чат, и на наш смс-приемник, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Алексей Дурновой. Михаил Леонидович, пойдете ли вы на выборы 18 марта? Вы знаете, я для себя еще не решил, поскольку я 18 буду лететь и прилечу где-то ближе к вечеру в Москву. Но, в общем, здесь сказать, что я прям вот так вот считаю, что надо прям туда идти, я его сказать не могу. Судьба не решается? Ну, в Уграде, от одного голоса ничего не зависит, а уж от моего так точно. Миллионы ваших поклонников жаждут сейчас узнать, за кого будет голосовать Михаил Ихазин. Вы знаете, я вообще... Вы лидер мнений. Я вообще, ну прям вот... Ну ладно, конечно, надо же вытащить на ответ. Я понимаю. А дело в том, что я считаю, что поскольку голосование в нашей поскорно-консервативной державе не должно определять, кто будет царем. Поэтому я отношусь к этому процессу екиптически. Мандат не бы нужен. Если мандат есть, то проголосуют все равно. Нету мандата, будут проблемы. — Подождите, подождите, извини, пожалуйста, я так и не услышал ни одну из восьми фамилий, которые в бюллетене есть. Как-то вы... — Как я могу сказать? — Кручу-верчу, обмануть хочу. — Я еще раз говорю, я, скорее всего, не пойду, поскольку объективные обстоятельства. — Нет, ваш рейс отменят, вы будете в Москве. Давайте вот через... — Я в Москву лечу. — Хорошо, вы улетите раньше. — Отменят там, где вы ездите, по электронной почве, через интернет. — То есть вы меня возьмете под белые руки. — Я вас готов встретить в аэропорту и привезти на избирательный участок. — Как в детский садик. — Да, целая куча имеется кандидатов, к которым я отношусь хорошо. — Куча здесь какая-то негативная коннотация есть. — Почему? Ну, их там восемь, да? — Да. — Ну, давайте смотреть, да, кого я лично знаю. Да, лично я знаю из них. Я знаю Попуина, Титова, Грудинина, но Грудинина плохо, Путина. Ну, Собчак, я ее встречал там два или три раза в каких-то передачах. Кто там еще есть-то? — Сурайкин, Явлинский и Жириновский. — Жириновского знаю. Явлинского нет, не знаю. Я с ним ни разу так вот не сталкивался. — А ведь он тоже, он же коллега ваш. — Кто? — Явлинский. — Ну, он только что-нибудь делает, а так. — А вот он экономист? — Ну, он был экономистом, да, сейчас не знаю. — А что, объясните, пожалуйста, что Явлинский сделал хорошего с экономической точки зрения? Вот была программа, да, 500 дней. — Да, она не имела отношения к реальности, это была идеологическая. На самом деле, я могу сказать, что Гриша Явлинский был лидером некоторой группы экономистов, которая должна была реформировать нашу страну. А была альтернативная группа. Было, на самом деле, несколько альтернативных групп, потому что ходят упорные слухи, что Гайдар был не первый, кому было предложено стать примером. Но почему Гайдара, зачем вообще сменили Явлинского на Гайдара? Дело в том, что Явлинского готовили под Буша. Старшего он должен был идти на второй срок. Если вы читали про него, у вас тут очень пыльно, сейчас я чихну. — Ну, пожалуйста. — Будьте здоровы. — Спасибо. — Платочек хотите, можно организовать. — И Явлинский там довольно много с администрацией Буша общался. Это было известно, да, про это писали. А как только стало понятно, что Буша будут убирать, с большой вероятностью, то специально под Клинтон подготовили такого ультралиберала Гайдара. Разница была принципиальная, потому что Буш-старший хотел сохранить СССР. У него были там свои соображения, что такое хорошо, что такое плохо. А Клинтон — это вот такая вот ультралиберальная команда, которая считала, что надо разворовывать то, что можно на территории СССР разворовать, и, значит, вот не думать о последствиях. А последствия, ну, в общем, сказались. То есть, в некотором смысле, если бы Буш бы выиграл и прошла бы вот эта линия, то, соответственно, во-первых, СССР бы, может быть, не целиком, но сохранился бы. А во-вторых, отношение у нас к Соединённым Штатам Америки было бы сильно лучше. Общественное отношение. — У вас получается так, что судьба Советского Союза решалась в Вашингтоне? — Ну, во многом да. Во многом да. Дело в том, что проблемы экономические, которые были у СССР, они начались давно. Первые реформы, которые в рамках решения этих проблем, были в начале 60-х. Сначала была реформа Хрущёвская, потом была попытка реформы Косыгинская. А потом, соответственно, третья была, это даже была не попытка, это была имитация, ускорение Горбачёвска. Вот. И после этого она буквально сразу, в несколько месяцев, и её закрыли. А, соответственно, что нужно было разваливать страну, об этом никто не говорил. То есть это было совершенно не обязательно. Нужно было менять экономическую модель. И, собственно, идея Буша, старшего, она была такая, что надо из СССР сделать дружественную Соединённым Штатом Америки страну. Потому что теоретически, если говорить о всяком роде геополитических и прочих историй, у нас в Соединённом Штатах Америки нет противоречий. Вот. С Китаем у них есть противоречия очень серьёзные. И Буш как раз Китая боялся больше, чем СССР. Михаил. Извечная англичанка гадит, это же как бы продолжатели Британской империи в Соединённых Штатах Америки. Ну, это бы... Есть люди, которые считают, что Британская империя до сих пор управляется Соединёнными Штатами Америки. Например, так думает Линдон. Нет, я не об этом. Нет. Есть наследственность такая психологическая, ментальная, или нет? Нет, не совсем. А кроме того, они же подмяли под себя Британию экономически после СССР. Окей, значит, они стали Британией. Я про это и говорю. Ну, какая разница-то? Ну, назовите Великобританию. Это уже начинается такая психиатрия, потому что это ощущение этих людей, кто друг, кто враг, с кем можно, с кем нельзя, они довольно специфические, что самое главное отношение элитных групп, оно разительно отличается от тех, что есть в общественной массовой среде. Потому что массовой среде это программируется, ну, средствами массовой информации, а в элитной оно определяется, ну, как бы, некоторыми целями, задачами и интересами. Михаил, на вопрос мы уже два раза не ответили. Какой? 18 марта. Да не знаю, я сказал. Я вам помогу, давайте я вам помогу. Вы любите конструкции разные создавать? Значит, смотрите, Владимир Путин снимает свою кандидатуру и остаётся семь человек. Вот выбирайте, тогда, я уверен, вы по воде побежите на избирательный участок, через океаны, ну, как нет, Путина нет, и Россия на грани развала. Ну, посмотрите, да, если Путин уходит, ну, вот он говорит, типа, я устал, я ухожу, и вообще все мне достали тут, да, с вашими глупостями, да, которые вы делаете в невероятном совершенно количестве. Собственно, не только его окружение, все сейчас делают глупости по банальным причинам, потому что старая модель разрушается, а новой нету, и поэтому все люди... Все устали просто. Они просто не понимают, что делать. Ну, вот я для примера, вот если... А вы третий раз уже уходите? Я ещё раз говорю, но я не пойду на выборы, если, как бы, по большей части. То есть у меня... Ну, скажи, хорошо, давайте наоборот, кто самый фиговый из кандидатов? Пустой, абсолютно. Вот никогда его не надо, даже вот голоса одного ему отдавать. Ну, я не знаю, кто такой. Сурайкин. Сурайкин, я вообще не знаю, кто это такой. Достойный человек на вашем месте сидел. Безусловно, может быть... Присмотритесь к ним, за ним будущее, серьёзно. Мне совершенно неинтересно Ксюше Собчак вообще. Бори Титов, конечно, хороший человек, но это не профессия. Вот. А так дальше, на самом деле, да за кого угодно. Вот в этом смысле. Они, на самом деле, все примерно... Ну, нет, ещё, конечно, Гриша Явлинского нужно убирать. Это тяжёлый случай. А что? А что Гриша? А вы знаете, Жирик, на самом деле, человек очень неглупый, и от него может быть польза. Потому что, вы понимаете, он же... Ну, есть легенда, что его готовили... Легенда, да. Ничего не могу сказать. Что его готовили под конкурентные выборы с Горбачёвым в году, так, в 91-м, 92-м. И поэтому он вот такой вот демагог и ещё чего-то. А кто его готовил тогда? Вот мне, кстати, вот я присоединю свой вопрос к твоему. Вы говорите, что было несколько групп экономистов. Одну готовили под Буша, другую готовили под Клинта. Кто это всё делал? И почему именно вот эти вот какие-то кукловоды, вот эти, которые готовили, они именно ориентировались на США? У нас сегодня эфир, пропитанный легендами. Почему США? Понятно. Потому что США осталась на тот момент единственной сверхдержавой, готовой брать на себя ответственность за мир. СССР сам отказался от ответственности. Ну, типа, мы ничего не знаем, мы вот у нас тут свои проблемы. А США сказали, нет, мы будем отвечать. Кроме того, мировая экономика с 44-го года западная часть, а вот где-то с конца 80-х она была построена на долларе. Доллар контролирует Соединённые Штаты Америки. По этой причине, дальше можно начинать спорить, да, где там транснациональная элита, где национальная элита Соединённых Штатов Америки. Но тогда в 91-м году это было не столь принципиально. Это стало принципиально в 2011-м году. А тогда, за 20 лет, до того это было не столь принципиально. И в этом смысле у нас были разные элитные группы, они как были, так и есть, до сих пор остаются, которые, у каждого из которых были свои там кандидаты. Но это силовики или это... Силовики это бессмысленно. Или мозговики. Силовики это точно так же, как и... Или противики. Как и слово либералы, да, вот есть семейная группа, в которой там Волошин главный координатор, есть Чубайсовская группа, есть, наверное, сегодня уже Кудринская, хотя Кудрин, конечно, близок к Чубайсу. Есть ещё там всякие, они между собой находятся в сложных отношениях. Когда они начинают наезжать, они сплачиваются. Но внутри у них там всё тоже, у пауки в банках. И по этой причине я вам не берусь сказать, кто именно. Так это получается не Горбачёв, не Ельцин, а кто-то... Я группы вижу. Я подозреваю, что как раз... Окей, но это не вот эти... Если учесть, что Буш хотел сохранить СССР, то, скорее всего, он ориентировался на Горбачёв. И в этом смысле, скорее всего, Явлинского в политическом плане крышевал Горбачёв. Именно по этой причине, как только пришёл Ельцин, для Явлинского всё кончил. Да, он уже ни разу больше не выстрелил. Как... Ну, как... В рамках административной. Да, он ещё немножко барахтался в рамках партийной, пока у нас ещё были партии. А потом туда пропал. Но у него же харизмы нету вообще. Ну и кроме того, воли нету. Он совершенно не в состоянии быть политическим лидером. Явлинский, подождите. Гриша, да. Он ждёт предложение выгодного. Просто не случилось. Именно по этой причине, ну, сколько уже можно. А промежутках сколько можно, да. Он что делает? Пьёт? Да, ну, так нельзя ждать. Почему он пьёт? Покажите результат. Почему он пьёт? Подождите. Вы пили, что ли, с ним вместе? Что он сделал за 25 лет? Это вопрос, это не утверждение. Я спрашиваю. Что он делает в промежутке? Что он сделал, ну, хорошо, не за 25 лет, за последние пяти лет. Он готовится к выборам. А Зюганов-Жириновским что сделали? Тоже ничего. Молодец, Алексей, молодец. Тоже ничего. Михаил Леонидович. Нет, я просто объясню, да. Вот скажем, Чубайц, он всё время что-то делает. Он может делать плохо, он может вредительствовать, ещё чего-то. Но вы чётко понимаете, что он сегодня делает. А что, вот, кстати, что он сегодня делает? Что он сегодня делает? Не надо напоминать, что он руководит Руслана. А что он делает? Для себя. Да, и финансирует свою команду. Так Жириновский тоже деньги зарабатывает? Только другим способом? Нет. Потому что у Жириновского нет команды. Но, грубо говоря, если вы Чубайцу завтра скажете возглавь правительства, у него есть по три кандидатуры на каждого министра. Они могут быть плохие, но у него есть. А если вы Жирику скажете, у него нет кандидатуры. А при чём-то кандидатуру? Он просто Жирик конвертирует свою харизму в деньги через систему выборов. Вы поймите, в политическом поле и в общественном поле Явлинского нету вообще. А Чубайс есть. Не, а я и не спорю. Про Явлинского я не спорю. Явлинский это делает хреново, простите, что мне за француз. А Жириновский это делает хорошо. Жириновский хорошо делает, он хорошо осуществляет себя. Правильно, я про это и говорю. А как политическую силу он себя, он раскрутит. Нет, Лёша про то, что Жириновский работает на себя, и это ему позволяет зарабатывать. Зарабатывать себе деньги. Да, ну и в ближайшем. Ну, в ближайшем, но всё равно, у него нету никакого инструмента, которым он может в политическом поле, если его куда-то назначить, что-то делать. Вы немножко себе противоречите, потому что мы когда с вами заговорили про Жириновского, вы сказали, что от него может быть толк, но какой от него может быть толк в качестве лидера страны, если инструмента нет? Смотрите, вот в чём всё дело. Значит, и Жириновский, и Явлинский, и Зюганов это фигуры сходящие. То есть, они уже не могут сделать никакой долгоиграющий проект. Максимум, что может делать человек их возраста, это стать той крышей, под которой вырастет некоторое новое поколение. Так вот, если мы будем говорить о новом поколении, то у Явлинского нет вообще никого. У Чубайса есть масса народу. Ещё раз говорю, дело не в качестве. У Явлинского, подождите, ну Шлозберг есть хороший. Шлозберг человек хороший. Он когда-нибудь чем-нибудь руководил? Он руководит газетой в Псковской губернии. Что вы смеётесь? Что вы смеётесь? Как вам не стыдно? Я могу вам сказать. Он руководит Псковским отделением Яблоча. Шлозберг, слушайте, он много полезных дел делал. Он единственный человек в этой команде, который безусловно является публичным политиком. У него есть свои взгляды, он их высказывает, у него есть позиция, и он по этой позиции готов, в этом смысле он мне симпатичен, хотя я с ним не знаком. Митрохин, отлично, по московской повестке супер. Ну не смешите меня. Ну что не смешите меня? Ну потому что, ну вот вы помните, я же всё-таки был чиновником, и не самым маленьким. Я очень хорошо понимаю, да, кто есть фигура, которым будет считаться, да, которым просто будут считаться разные люди, и у кого нету. Вот у Чубайса есть люди, с которыми, да, они там специфические люди, один там кох чего стоит, да, то есть это жулики, прохвосты, ворюги, там и всё остальное. Но они будут вместе с ним носом рыть землю, и что-то делает. Да, для страны может быть страшно вредительское, но в данном случае не в этом дело. Ну хорошо. У Зюганова, а кто? Зюганов нашёл Грудинин, который руководит крупным хозяйством. У Дальцов, у Дальцов ещё есть. Он не у Зюганова. У Зюганова есть Мельников, который фактически руководит КПРФ, когда там нет Зюганова. Секундочку, Михаил Хазин, я только напомню слушателям у нас в эфире. Да, значит, Мельникова я знаю сто лет, единственное слово, которое я могу употребить в его адресе, это упырь, ублюдок и подонок, но, соответственно, ровно потому, что я его знаю. Это серьёзно, подождите, это серьёзно, что он сделал? Вы молодые, вы не знаете. Особенно Василий молодой, посмотрите, он ваш ровесник, наверное. Ну, да. Ладно, хорошо. Я так затесался. У него эта тема, да, не вызывает таких эмоций. Что сделал Мельников? Почитайте в интернете. Не, ну подожди, но это... Вспоминания про то, как... Чьи? ...еврейские дети в конце 70-х, в начале 80-х поступали на Мехмат. А я просто не знаю биографию Мельникова. В процессе участвовал, Мельников был секретарём парткома Мехмата. И? И когда я поступал, и когда я распределялся. Поэтому я говорю, он ублюдок и подонок. Он антисемит. Вы знаете, я думаю, что он, это неправильное слово, это человек, который ради карьеры готов убивать детей, убивать их родителей, вообще кого-то... В прямом смысле. В прямом смысле, да. Ну, собственно, я знаю, я знаю людей, которые умерли в процессе, да, вот родителей. Ну, просто вот в процессе разговора с этими представителями приёмной комиссии, они умирали, инфаркт получали. Я просто знаю этих людей. Поэтому, ну вот, как бы, это для меня закрыто, да. Вот я много лет тому назад сказал, пока в КПРФ есть Мельникова, никаких отношений с этой партией у меня не было. Ну, значит, за Грудинина вы тоже не голосуете, мы выясним. Грудинин не имеет отношения к КПРФ. Ну, он от КПРФ идёт. Ну, он же тоже красный флаг, Сталин. Значит, с Мельниковым он здоровается за руку, сидит с ним, обсуждает какие-то вопросы. Его... Раз что так говорить. Проблема. Я ещё раз говорю, я никому не навязываю своё отношение к Мельникову. Нет. Знаете, есть много людей, кто, я считаю, это моё отношение к Мельникову. Мы его принимаем. Поэтому, если Грудинин станет президентом и предложит мне стать, как бы, министром в правительстве, которое будет возглавлять Мельников, я откажусь. Вот так, да? То есть, если вы проголосуете за Грудинина, а он потом назначит Мельникова, вы что сделаете? Будете рвать на себе волосы? Могу вас уверить, проголосую ли я за Грудинина, проголосую ли я не за Грудинина. От этого ничего не зависит. А почему такая апатия? Почему апатия? Дождь, дождь, секунду. Это не апатия, я прохождение, я специалист по теории вероятности. Из-за таких, как вы, Путин выигрывает много-много раз. Михаил Леонидович, если Грудинин станет президентом и предложит вам возглавить правительство, при том, что Мельников будет главой администрации. Давайте переставим немножко фигуры. Понимаете, в чем дело? Человек, которому предлагают стать главой правительства, у него имеются разного рода возможности влиять на ситуацию. Я не могу себе представить, что Грудинин предложит мне стать председателем правительства. Я не могу себе представить, что он станет президентом. Поэтому это гипотетически. Вы знаете, а вот тут я бы не стал. Да, потому что, опять-таки, вы не помните, я помню. В 89-й год Ельцин, когда Ельцин, значит, после пленума, где он с Будуна чего-то сболтнул, а его выгнали, значит, уволили, то всем казалось, что это все. А нет, оказалось, не все. Я просто очень хорошо помню, как в день, на следующий день после того, как его убрали, мои школьники в 57-й школе. И, значит, классная руководительница, она, значит, с ними провела такую беседу. Они обсуждали, что же теперь будет в нашей стране. Ужас, ужас, ужас. Да, вот. А я им говорил, что вы не спешите. Нет, ну, тогда ситуация-то коренным образом другая была. Я как сарякашка прекрасно помню. Борис Николаевич собирал на улице по 100 тысяч человек. Тогда был. Да, больше. Я помню, Митин был в Пёвке. Митин только клубнику может собирать пока что. Ой. Вырученную своими салфетками. Леша. Леша. Значит, давайте смотреть, да. А поскольку я немножко себе представляю, как все устроено, я не могу это рассказать, потому что я, когда я буду говорить некоторые вещи, вы будете видеть, откуда вы это взяли. Ну, вот, невозможно. Да, я еще раз, я книжку написал, «Лестница в небо», в которой подробно объяснял, как это все устроено. У нас, в Америке, в Древней Греции, везде все устроено всегда одинаково. Люди – существа консервативные. Вот. И по этой причине я понимаю, что Грудинин – это не человек. Это проект. Чей? Целью этого проекта некоторых сил. Каких? Условно говоря, в окружении Путина. Целью этого проекта… Вы хотите, чтобы я людей назвал? Да, хочу. Я их не знаю. Ну, тогда грош цена вашему выкладкам. Ничего подобного. Это чей-то проект, но я не знаю, чей. Давай мы хотя бы что-то доведем до конца. От того, что вы не знаете, кто является акционерами компании, вовсе не следует, что вы не понимаете, какие у этой компании интересы на рынке. Так, Грудинин – проект. Проект. Я объясняю, какие это силы. Значит, у нас в стране имеет место дикое несоответствие. А по взглядам на жизнь элиты и общество. Ни одна страна в сцене такого раскола долго считать не может. Грубо говоря, элиты у нас, сформированные в 90-е годы в процессе приватизации, дико право-либеральны. А общество у нас люто ненавидит уже и правых, ну, правых они еще немножко готовы терпеть. И либеральных. Оно такое левоконсервативное. Очень сильно. И в этом смысле, вот, ну, собственно, довели, да, поддержка Сталина в году в 91-м, 92-м такая общественная была, ну, где-то, наверное, процентов 20-22, может, 25, ну, не больше. Сейчас около 80. Ну, по опросу 50. Слушайте, Михаил, у нас полтора минуты до новостей. Вот вы, по-моему, про всех плохо сказали, кроме Путина. Давайте, может быть, для баланса чуть-чуть. Нет, я вообще ничего не сказал. Вот вам пишут в чате, в чате Ютуба, Михаил, секундочку. Продемонстрировали элите, что общество очень сильно левое. В чате Ютуба вам пишут, что вы специально в эфире, чтобы сказать, что Грудинин проект Кремля. Вы людей лишаете веры в лучшее. Дело в том, что это не проект Кремля, в смысле единого Кремля. Это проект некоторой элитной группы. Ну, опять, это неправильная формулировка, да, потому что есть люди, которые представляют себе большую силу, но не являются частью администрации президента. Элит – это довольно большое образование. Там сотни людей, если не тысячи. Они разные. И только часть из них входит в административную структуру кремлевскую. – Главный враг Путина. – Кто из них главный враг Путина? – Нет, вообще, вот главный враг Путина. Где он находится? – Главный враг Путина. В каком смысле где? Вас интересует место? – Место, не знаю. Он здесь, он, может быть, в Белом доме в Вашингтоне сидит. – Нет, в Белом доме уже не сидит. – В самом Путине сидит его враг. – Главный враг Путина, да, он еще не хочет быть президентом, он хочет на пенсию. А он хочет свободы. А вот, соответственно, сложно сказать, где у него главный враг и где он сидит. Ну, хорошо, давайте для простоты скажем, что он сидит в Нью-Йорке на Уолл-стрит. – О, как! Это совсем просто. Мы сейчас перерыв сделаем. – Сделились лучшие вопросы для вас здесь. – На прямой эфирах Москвы в студии Три Алексея, Нарышкин, Дурнову и Осин. И наш гость Михаил Хазин, экономист. Приветствуем еще раз. Пока мы с вами уходили на перерыв, стартовал флешмоб в чате Ютуба. Самый главный вопрос, я просто попросил задавать вопросы Михаилу Хазину, самый главный вопрос, который задает, по-моему, каждый второй зритель. Когда рухнет доллар? – Да, это вас любят, да? – Не знаю. – А вы еще знаете? – Вот Арханжемаль, который был в этой студии до вас, он тоже сказал, попросил спросить вас именно про доллар, когда рухнет. – Понимаете, что я делаю? Я этот вопрос много-много-много раз обсуждал с его папой, Гидером. – Да. – Вот. И, соответственно, я все... Значит, ответ. Пока доллар будет расти. И чем хуже будут дела в Соединенных Штатах Америки, тем сильнее он будет расти. Может быть, значит, вот, если будет сейчас обвал фунтового рынка, на первом этапе он чуть-чуть пойдет вниз, но потом снова пойдет вверх. Дело в том, что если вы почитаете мои тексты ранее, начало 2000-х, там речь шла не о крахе доллара, а о крахе мировой долларовой системы. Мировая долларовая система постепенно сыпется. Это видно, да, уже все это увидели. – А вот с начала 2000-х уже почти 20 лет. – С начала 2000-х медленно, а это вообще очень медленный процесс, это быстро не бывает. – А мы застанем вообще крах? – Конечно, застанем. – Даже мы с дурного, мы моложе вас. – Может быть, даже мы застанем. – Даже мы застанем. – Даже мы. – Ну, это примерно какие годы будут? – Ну, в свете тех событий, которые сегодня происходят, я думаю, что речь пойдет скорее о 3-х и 5-ти годах, чем о 10-ти. – Михаил Леонидович, я просто… – Ну, бог с ним, да. – А в чем это будет выражаться? – Просто мы с Алексеем лет, наверное, 10, когда мы сидели, это обсуждали. – Было дело, да. – У меня просто первый формат моей передачи, мы сидели с Алексеем вдвоем, мы, значит, обсуждали, отвечали. – Тоже пили, как с Гоблином. Просто Михаил Хазер в перерыв сказал. – Это надо исправить. – Хорошо. – Вот в чем это выражается уже сейчас, и в чем это выразится на финальном этапе? – Если говорить о… значит, на финальном этапе, скорее всего, это выразится в том, что будут валютные зоны, то есть будут региональные валюты, которые между собой будут неким специфическим способом регулироваться, скорее всего, каким-то институтом или какой-то конференцией регулярной. основные признаки – это появление всей крипто-тематики, которая появилась, ну, если говорить так, активно года два назад. И это появление Трампа, который начал говорить про изоляционизм. То есть четкие признаки, что в Соединенных Штатах Америки подняла голову изоляционистская элита, это были результаты промежуточных выборов 2014 года. – Окей, тогда другой вопрос. Ну, ладно, предположим, Китай, Европа, там, предположим, Россия, хотелось бы в это верить. А что будет объединяющей валютой в Африке, в Латинской – Значит, Африка будет раздергана. В Европе, кстати, непонятно. – А кем Африка будет раздергана? – Значит, есть разные варианты. – По какому признаку? – Посмотрите, есть несколько вариантов. Значит, вариант первый – арабский мир отходит под патронаж Англии. И, собственно, я подозреваю, что под этот проект они организовали Brexit. Сейчас они поняли, что, скорее всего, не получится целиком арабский мир, но хотя бы кусок. Значит, они сейчас пытаются с помощью Макрона Францию и Юку, вот это вот, Францию, Испанию, Португалию и Французскую, Западную Африку прибрать к рукам. То, что южнее арабов, зона Сахеля, Французская, Западная Африка, это, безусловно, останется у Франции. Куда она пойдет, непонятно. Южная часть может пойти с Бразилией, а может рассыпаться под чьим-то контролем. – А зачем это все им распределять? – Потому что должны быть центры более локальные. То есть поддерживать инфраструктуру доллара, мировую, стало слишком дорого. – А мы? – А у нас будет своя зона Е. – Нет, а мы за счет чего прирастем? – Мы за счет стран СНГ, части Восточной Европы, Турции… – То есть будет Советский Союз, реинкарнация. – Турция и Япония. Значит, вот Турция и Япония никогда не входили в социалистическое садружство. – Так будет одно пространство? – Нет, это будет одно экономическое пространство. – А, экономическое. – Ну как Евросоюз. – А мы придаток здесь или мы здесь центр? – Ну, пока центр. – Михаил Леонидович. – Будем валять, а Дурака не будем. О Путине будем разговаривать? – Сейчас будем. – Да, подожди, действительно. – Ну, можно? – Ну, про что? – Ну, подожди со своим Путиным. – Ну, давай эту тему. – Самое важное. – Сейчас, естественно, наше все. – Это вечное. – Вечная ценность. – Вопрос задам и… – Давай, ладно. – Я ваш, на самом деле, довольно большой поклонник. Я с большим интересом читал и читаю ваш сайт. – Ходит на ваши спектакли. – Я… – Смешная шутка. – Чем вы сейчас работаете? – Я его читаю уже достаточно давно, как такой экономический детектив. Это у меня идет как детективный сериал, как какой-нибудь тру-детектив или даже, не знаю, мыслить как преступник. – Вы, кстати, внешне очень похожи на моего брата в молодости. – Спасибо, я когда увижу, говорю с ним об этом. – В молодости, не сейчас. – Сделаю программу «Ордена». История стоит в следующем. Есть группа моих знакомых, которая вас тоже читает и которая постепенно перестает вас воспринимать всерьез. И у меня тоже возникает ощущение, что Михаил Леонидович Хайзин, человек очень умный, уже превращает экономику в такую красивую, длинную, да, билитрически-детективную историю. – Вот, я скажу, дело в том, что я очень активно занимался экономикой в 2000-е годы, где-то примерно до 2008-2009 года. После этого речь пошла о том, как ту теорию, которую мы создали, как она будет применяться на практике. Но вообще говоря, концепция, скажем, валютных зон, она была уже в книжке 2003 года. Сегодня меня куда больше интересует, как это будет технологически происходить. То есть, какие силы, кто с кем, куда и так далее. Кроме того, меня интересуют практически управленческие вопросы. Например, вот фонд Хайзина, который был сделан чуть больше двух лет тому назад, занимается тем, что мы как бы строим модели, которые, соответственно, будут говорить, как будет выглядеть структура экономики, структура цен после кризиса. Если же говорить о процессах кризисных, то, в общем, вся теория уже написана. Но это теория, которая говорит о тенденциях и о масштабах по итогам. А вот время процесса невычислимо, потому что слишком много факторов, которые вылезают на поверхность только по мере того, как подходит время. А мировая экономическая система очень устойчива и у нее очень высокое, у нее очень большое запаздывание. Потому что если бы вы посмотрели то, что происходит сейчас и попытались бы 10 лет назад это рассказать, на вас бы посмотрели как на сумасшедшего. Это очень инерционные системы. Очень медленно это все происходит. Для примера, например, кризис, из которого вышла ФРС, начался в 1907 году. ФРС возникла в 1913, работа начала в 1914. Эффект сказывался все 20-е годы. И закончился он только в 1930 году. То есть прошло сколько? Великая депрессия. Практически 20 лет. Великая депрессия это следствие кризиса, который происходил с марта-апреля 1930 по конец 1932 года. Великая депрессия это Платона, который они вышли. Дальше аналогичная ситуация. Кризис с 70-х годов. Он длился, ну грубо говоря, с 1971 года до 1981. То, что мы сегодня видим, в 2008 началось, 2008 год это полный аналог того, что началось весной 1930 года. Но тогда эмиссию не делали. И поэтому процесс очень ускорили. По сравнению с нынешним. А сейчас его растянули. Ценой углубления этого кризиса, когда он закончится. Я напоминаю, что в нашей стране вот это вот сверхупотребление, связанное с, в общем, эмиссионными механизмами, аналогичными тем, которые были на Западе, оно, это падение шло все 90-е годы. То есть мы фактически окончательно упали только к 99-му году. То есть с 90-го, потому что началось все в 90-м. До 99-го тоже 10 лет. И по этой причине говорить о том, что что-то не так было сказано, это просто смешно. Дело в том, что при этом люди, они же не мыслят десятилетиями. Ну хорошо, ну максимум 2-3 года. И они, самое главное, не обладают умением практически никто. Вспомнить, что они сами думали 10 лет назад. Я тут книжку выпустил. А как называется, ее назвали, я ее хотел назвать «Хроники пикирующего бомбардировщика», они ее зачем-то назвали «Черный лебедь мирового кризиса» издательства. Эта книжка, значит, мой сайт возник в 2003 году. Еще тогда мой. И существовал, как мой, до 2015-го. World Crisis. В 2015-м году я ушел на сайт Hazen.ru. Так вот, я там писал с неким интервалом от двух недель до двух месяцев свои комментарии к текущим событиям в виде обращения к читателям. И писал прогнозы на следующий год. Вот, кстати, мне надо написать на 2018 год два прогноза. Для мировой экономики, для России. Я все никак не соберусь. Так вот, я их все опубликовал. Вот ровно в том виде, как они были написаны. И я сегодня, читая эти тексты, у меня просто глаза лезут на лоб. Потому что то мое ощущение к моему нынешнему, оно просто вот ничего общего. — То есть это ошибается, Михаил Хайзен, получается. — С точки зрения сроков, но я практически не говорю о сроках. Ровно потому, что я понимаю. Но, конечно, я ошибаюсь. Как можно, когда вы создаете некую новую теорию, не ошибаться невозможно. Это так просто не бывает. — А как это продавать тогда? Вы же как бы продаете прогнозы, по сути? — А понимаю, нет. Я продаю не прогнозы, нет. Значит, дело в том, что я продаю некие рекомендации. Ну, очень условно говоря. Вот у вас компания, у нее есть доходы и расходы. Все понимают, идет кризис, поэтому падают доходы, падают расходы. Но у одних компаний доходы попадают в два раза, а расходы в полтора, и они банкротят. А у других компаний расходы падают в два раза, а доходы в полтора, и они в шоколаде. Вот вопрос, можно ли сегодня сказать, в каких отраслях будет, в какие отрасли будут в шоколаде, а у каких будут проблемы. Вот на эти вопросы теоретически мы научились находить ответы. — Коллега наш Николай Руденский в Фейсбуке, слушать внимательно всегда эфиры Москвы, в том числе с вашим участием, вот он зацепился за слова, которые вы произнесли в самом начале нашей передачи. Вот когда вы говорили про Явлинского, про Буша, Клинтона и Гайдара, он напоминает, что президентские выборы в США, на которых Клинтон победил Буша, состоялись в ноябре 1992-го. Гайдар, фактически возглавивший правительство России осенью 1991-го года, в декабре 1992-го уже уступил место Черномырдину. Интересное планирование у мировой закулисы. — Нет. Дело в том, разумеется, дело в том, что назначение президента, ну, как бы, движение, да, это уже заключительный этап. Есть элитная группа, которая между собой борется. И элитная группа, которая стояла за Клинтоном, и которая сегодня, вчера стояла за его женой, и которая стояла за Гайдаром и за Чубайсом у нас в 90-е годы. Эта группа начала обыгрывать Буша уже в начале 1991-го года. Собственно, поражение Буша — это уже Беловежское соглашение. Это уже поражение Буша. И после этого его поражение Клинтону было практически предопределено. Такие ситуации в истории Соединенных Штатов Америки бывают. Я напомню, что знаменитая рейгономика была придумана во времена президента-демократа Картера под его второй срок. Но дальше они поразобрались и пришли к выводу, что Картер не потянет, у него отмороженности не хватает. И поэтому решили, что нужен президент отмороза. И поэтому организовали атаку на американское посольство в Тегеране, под которое устроили вакханалию, вот эту патриотическую типа, вот, надо их наказать. Более того, Картер пытался освободить заложников. И какие-то вредители сделали так, чтобы все вертолеты, которые вылетели, почему-то упали в пустыне, еще чего-то. И это точно была диверсия внутри. Осталось выяснить, кто подоснул Картеру, того самого Кролина. Мы же знаем некие группы. Ты знаешь ответ. Вот, нет, ну что, собственно, мы уже все понимаем, да, вспомните, как был убит Кеннеди, вспомните историю с Никсоном, когда, соответственно, в его администрации человек вполне, как бы, открыто, ну, то есть, открыто для журналистов, да, но абсолютно закрыто для публики, снабжал информацией. Много таких историй. Ну вот, и, соответственно, если вы говорите о кризисе с заложниками, напомню, год прошел всего, Соединенные Штаты Америки демонстрировали дикую ненависть по отношению к Тегерану, и в этот момент скрылась сделка и Иран Контрас. То есть, ЦРУ, спецслужбы были это, русские с китайцами братья навек. Мы про Путина с вами не договорили, а вы сказали, что враг его сидит на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Да, разумеется, потому что... Не говорите опять элитные группы, потому что я не понимаю, что это такое. А вы читаете «Лестницу в небо», а я не знаю. Нет, вы называете? Я читать не умею, это знают все. Я же не в системе, я же не в системе. Поэтому я имен... Ну тогда это, ну слушайте, Михаил, ну это несерьезно. Вы себя позиционируете как экономиста, еще рассказываете, хвастаетесь. Вот я сейчас, мне нужно сделать прогнозы внутренние, внешние. «Лестница в небо» написана. Я не умею читать. Профессиональный состав элитных групп хорошо попадает. Уже есть, кстати, продается аудиокнига. Аудиокнига. Я слышу плохо. Только вас, вы близко сидите. Видит тоже неважно. Значит, так вот там написано, что, соответственно, ключевая проблема, всегда разобраться, кто с кем, куда и как. Поэтому мне очень сложно сказать, кто там. Но тогда вы что-то выдумываете, это непонятно. Есть какие-то элитные группы. Вы имеете в виду американский капитал, да? Или что это? Я имею в виду транснациональный капитал. Не подсказывай, Остин, пожалуйста, не подсказывай. Пусть Михаил сам выплывает. Который возник после 1944 года. Ну, кто это такие? А чем он насалил Владимиру Владимировичу? Чем он насалил? Ему насалил Владимирович? А потому что они боятся, что он договорится с Трампом. И они начнут зачистку их группы поддержки. А при чем есть Чубайс? Есть людей. Потому что Чубайс вот и столько команд. А как, нет, подожди, подожди. А какие связи между Чубайсом и вот этими группами? Ну, хорошо. Из тех людей, которых вы знаете. Фамилии не можете назвать. Давайте. Ларри Саммерс. Кто это такой? Не знаю. Ларри Саммерс. Это в 90-е годы министр финансов Соединенных Штатов Америки. Приклинтон. И где он сейчас? Президент Гарварда какое-то время сейчас чем-то занимается. Не знаю. Или он просто довольствуется статусом члена элитной группы. Это Мариарти, получается, такой профессор математики, который где-то передает... Он не профессор математики, он профессор экономики. Вопросы вам из Ютьюба. Люк Йода спрашивает, чем опасны евреи? Кому? Ну, не знаю. Вы рассказываете про элитные группы. Да. Разные. Про... Слушатели воспринимают это все как наличие некого заговора. Поэтому вопросы логичные. Евреи целиком это не элитная группа. Евреи целиком это не элитная группа. Евреев большинство в этих элитных группах, о которых вы говорите? Нет. В некоторых их много, но я совершенно не думаю, что это происходит. Объясните. Давай. Пока там Люк Йода, Люк Тарт-Вейдер. Михаил Леонидович, зачем в 16-м году экономист Михаил Хайзен ввязался в думскую компанию и почему в рядах партии Родина? А потому что мне нужно... Я просто понимал, что вероятность выигрыша Трампа очень велика. И я понимал, что это значит, что вот эта элитная группа, которая, собственно, его и двигает, она двигала, условно говоря, двух человек. Сандерса у демократов, Трампа у республиканцев. Что эта элитная группа себя проявит. И проблема в том, что у нее нет более-менее легализованного партнера в России. А причем если Михаил Хайзен в бездуман? В России, а потому что, соответственно, партия Родина в этом смысле идеально вписывалась как партнер Трампа. Вот, и поэтому мне хотелось... Трамп и партия Родина. Собственно, партия Родина получила довольно много голосов и понятия. Она не получила места. Значит, Журавлев выиграл мажоритарно. Да, он единственный представитель партии Родины. Да, а, соответственно, партия Родина по партийному голосованию в Сибири, где я был, она где-то процентов 15 получила. И в некоторых других регионах. То есть, по предварительной оценке, потом как бы инсайдовская информация, которая шла в разных регионах, у нас было где-то от 8 до 17 процентов. Но, как нас учил великий вождь и учитель, неважно, как голосуют, важно, как считают. Считали правильно. Значит, Алексей Журавлев, получается, это партнер Дональда Трампа. Человек в тельняшке. Из партии Родина можно было бы сделать партнера той, как бы, политической силы, которая двигала Трампа. К сожалению, это не получилось. А из какой партии сейчас можно сделать партнера? Из тех, которые в Думе, ни с какой. Даже в Единую Россию переформатировать. Единую Россию переформатировать нельзя, и Единая Россия это либерально-бюрократическая партия. Но она же переформатировала в свое время из нашего дома в Единую. Нет, значит, еще раз, это, значит, либерально-бюрократическая партия, то есть у нее либеральные ценности, главные из которых полная безответственность по любому вопросу, и, соответственно, близость к начальству. Да, вот это два ключевых представления. Она вообще не может быть партнером. Это не политическая партия. А что Родину делает партнером? Ее можно было сделать партнером. Ну, что именно могло сделать? И зачем становиться партнером Трампа? Это еще тоже мне идет. Прошу прощения, в Соединенных Штатах Америки пришла к власти некая сила. Хорошо бы с этой силой каким-то образом общаться. Нет, ну, смотрите. Не общаться некому. Смотрите, а может быть, это та сила, с которой общаться вообще не стоит? Так не бывает. Политики так не бывает. Политика это искусство возможно. Ты должен общаться со всеми. Я вас правильно понял, Михаил Леонидович, что если бы вы с Родиной удачно провели кампанию и попали бы в Думу, сейчас отношения России с США были бы гораздо лучше. Кампанию мы провели удачно, но нам не дали. Если бы мы прошли бы, если бы мы были в Думе, отношения были бы лучше. Я вот что-то не помню, чтобы вы кричали где-то, что у нас украли голоса, все посчитано неправильно. Правильно. Я не видел Михаила Хазина на митингах. Я не занимаюсь публичной демагогией. Это политика. У вас украли голоса, вы сидите с ножа руки. Это очень странно. Кстати, Родина это единственная партия, которая поймала на фальсификации Брянской области и сумели из этой темы сделать скандал. А что касается... Нет, сейчас повторю. Я не являюсь политиком. Я являюсь... А вы хотели наладить связи. Я хотел решить некую задачу, которая была, как никогда... Полторы минуты, Михаил, если можно... Нет, а мы разве не сказали? Нет, хватит уже про Путина. Полторы минуты, блиц, блиц по вопросам слушателей из чата Ютьюба. А когда ждать распада России? Только очень коротко, прошу вас. Я не думаю, что она распадется. Скорее расширится. Хорошо. Так, про курс доллара, анекдоты расскажите. Лучше покороче. Ой, не надо. Давайте дальше. Я так не вспомню. Хорошо. У вас минуты еще есть. Спросите у гостя мнение. Фердинанд Пузырьков спрашивает. Насчет возможного обвала рубля в обозримом будущем. Он, как специалист, что думает по этому поводу? Ну, я думаю, что в конце концов держать завышенный курс рубля не получится. И вот Центробанк после выборов опустит. Будет ли он это делать быстро? То есть будет обвально или медленно? Это я не знаю. Предсказать поведение Набиулина невозможно. Буланов, Poetry Channel. Есть у нас шансы на то, что среди либералов и сырьевиков ГБшников в элите появится интеллигенция, научная или культурная? Интеллигенция в принципе не может быть в политической элите. Она к этому не приспособлена. А вот инженерная элита, да, вполне может быть. Но, к слову сказать, количество ГБшников в элите не так велико, как многие думают. Они скорее исполнительная часть, чем решающая. 20 секунд. Кокаин из Аргентины на государственном уровне собирались возить? Не знаю. Там настолько все сочинено, что что там было реально, у меня просто... Я не вижу информации для того, чтобы делать какие-то для себя обоснованные выводы. Друзья, время закончилось. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.